Теперь не верится, что силы течения вот этой реки Чухукт хватило, чтобы снести 16-метровый пролет моста по улице Курганная. Жители порядка 40 домов оказались отрезанными от цивилизации. Не было света, прорвало водовод. Буквально в течение двое суток восстановили воду здесь. Сначала мы, скажем так, аварийный проброс сделали порядка 300 метров, пластмассовые трубы проложили, подключились от санатория ВВС. И буквально через два дня мы уже перешли на основную схему, буквально электроэнергию мы на следующий день восстановили. У нас там осталось два-три столба по освещению. Ну, я думаю, сегодня-завтра мы этот вопрос добьём. Работы на этой переправе в Катковой щели начинаются ранним утром и завершаются за полночь. Ориентировочная стоимость сооружения, говорят специалисты администрации, около 5 миллионов рублей. Ждать, когда будут выделены бюджетные средства, не стали. В районе изыскали необходимые материалы, навалились, что называется, всем миром. И электросети, и водоканал, и тепловые сети. Почему? Потому что у всех этих служб специализированная техника. Это сварщики, это резчики, ацетилентом и так далее. Активное участие в восстановлении переправы принимают и местные жители. Даже с работы отпрашиваются. Мужчины помогают реконструировать переправу, рассказывает Степан Абедонян. Женщины дома готовят еду, кормят работников. В течение трех дней руководством района, я думаю, и города, без города тут не обошлось, были приняты меры к постройке нового моста. Эта конструкция, конечно, очень прочная. И мы надеемся, что она прослужит очень долго. Хватит нашим детям и внукам. А вот аварийно-восстановительные работы моста на федеральной трассе уже завершены. Режим реверсивного движения снят, демонтированы временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим. Были задействованы 42 дорожных рабочих, 15 единиц техники, сообщает Пресс-служба управления дорог Кубань. Сейчас в Лазаревском районе продолжаются восстановительные работы на переправе в Большом Кичмае. Для моста в аулит Хагапш подготавливают необходимые проектные документы.